Табачное лобби в Европе беззастенчиво коррумпирует евродепутатов. Как и чем? Все подробности у Софии Гордиенко из Брюсселя. Быть независимым в столице Европы совсем непросто. В Брюсселе только на компанию Филипп Моррис работает больше 200 лоббистов. Так что у проекта антитабачного закона шансы пробиться были невелики. Инициаторы боролись за то, что без продажи исчезли тонкие ментоловые сигареты. Мол, они искушают дам пачки по 10 штук из-за дешевизны привлекают молодежь. К тому же на коробках должно бы появиться больше картинок с невеселым будущим курильщика. И занимать они должны 75% площади. Но добрые намерения наткнулись на барашек в бумажках. Журналисты подсчитали за последние месяцы. На усыпление совести депутатов лоббисты потратили 500 миллионов евро. Эти деньги идут на организацию вечеринок, билеты на футбол, концерты и необычные подарки, которые вручают народным избранникам. Вот вы видите, что здесь в коробке. Чистый табак, сигареты. За несколько недель парламентарий Мишель Реваси получила десятки таких коробок, что запрещено законом. Да это скандал. Если вы переведете это на деньги, получится по 7 тысяч евро на каждого депутата. К журналистам попали документы, в которых лоббисты разбили депутатов на группы, лояльных и не очень, с описанием звонков, контактов и отношения к вопросу. В прошлом году из-за подозрений в связях с табачниками погорел еврокомиссар по вопросам здоровья Джон Дали. До сих пор некоторые депутаты затягивались с голосованием. Например, немец Рульф Вох намекал на недостаток времени, чтобы ознакомиться с документами. Впрочем, на этой неделе новые правила продажи сигарет в странах Евросоюза таки утвердили. Оказалось, дело табак. Так ароматизированные курительные палочки исчезнут не раньше 2022 года. Тонкие и дальше оставят дамам. А предупреждающие надписи будут занимать 65% площади пачки. Кстати, лоббировали такие мягкие правила целые страны. Румыния, Польша, Чехия и Болгария. Где, собственно, и производят табак. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер. Бельгия. Продолжение следует.